Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал. Я наконец-то созрела до съёмки своего личного топа 5-6, не знаю, сколько будет фильмов ужасов. И предварительно мне хотелось бы сказать вам о том, что фильмы ужасов — это понятие очень-очень растяжимое, несмотря на то, что да, есть такой жанр, но также есть огромное количество поджанров, в которые, ну, как минимум несколько фильмов как таковые, они не вписываются. И каждого человека пугает что-то своё. Кого-то может напугать тот же Бенни Хилл, кого-то пугает Мистер Бин, а кого-то, я не знаю, как меня, пугают комиксы, снятые у Марвел, например. Меня пугают такие фильмы, и я бы могла назвать и для себя фильмами ужасов. Но в этом видео не будет какого-то разделения по поджанрам, вроде там топ-5 трэш-фильмов или топ-5 фильмов о маньяках. Я соберу такое, знаете, зерно своих любимых фильмов, которые вызывают немножечко мурашек лично у меня, и которые мне очень нравятся, и которые я могла бы пересматривать, за исключением, наверное, одного фильма. Да, за исключением одного. И я не очень люблю снимать ролики про свои какие-то творческие предпочтения в плане музыки, кинофильмов и прочего. Не потому что я такая злая, не потому что я не хочу с вами делиться годным контентом. Я тот человек, который никогда не будет слушать музыку на улице из колонки. Да, потому что я считаю, что я очень сильно раскрываюсь в таком случае, что люди узнают обо мне несколько больше, чем я хотела бы, чтобы они обо мне знали. И вкусовые предпочтения в музыке и фильмах для меня, если я буду выставлять все это на показ, то люди могут узнать, какая... Ну, это как, знаете, очень глубокое раскрытие ваших подноготных, а я не готова так сильно раскрываться перед посторонними, грубо говоря, людьми. Мои родственники, мои друзья, я не знаю, что у меня такие странные на самом деле вкусы, они это принимают, и я перед ними совершенно искренне и открыта. Ну, а давайте все-таки от моего оправдания, от моих непонятных разглагольствований все-таки перейдем ближе к делу, и я расскажу вам в своих любимых фильмах, которые я люблю пересматривать, которые оказали на меня влияние. И вы знаете, некоторые фильмы, они не являются какими-то шедеврами, но с ними были связаны определенные жизненные истории, которые делают эти фильмы для меня более значимыми. Я уверена, что у вас тоже есть такие фильмы, которые вроде как, ну, самые обычные, и они не входят в какой-нибудь там топ-100 кинопоиска или топ-10 фильмов, которые нужно обязательно присматр... которые нужно обязательно посмотреть при жизни. Но что-то с ними такое у вас связывает. У меня такие есть. Первый фильм, о котором я, кстати, в каком-то видео уже рассказывала, не помню в каком, вроде как список осенних фильмов ужасов, фильмы, которые я пересматриваю каждую осень. Это фильм «Разделитель». Если говорить об этом фильме без спойлеров, то для меня это очень красивый с визуальной точки зрения фильм. Я очень люблю красивые фильмы, красиво снятые, с красивой музыкой. Как фильмы, так и компьютерные игры. Вы знаете, вот сразу видно, что в продукт вложена большая-большая толика любви. Вот я сразу вижу игры, которые сделаны с любовью. То же самое касается фильмов. Он может быть совершенно малобюджетным, снятый на коленке или даже на айфон. Но ты смотришь это кино, и ты видишь, что его делали любящие руки операторы, режиссёры и актёры, которые там играли действительно, блин, кайфуют от этой самой игры. «Фильм-разделитель» относится вот к этой моей личной категории. Я его очень люблю. И пересматриваю, наверное, его каждый год. В этом году, кстати, не пересматривала что-то как-то. Я просто настолько его часто смотрела, что в памяти очень всё свежо. Но чтобы как-то вдохновиться и какими-то новыми образами, что ли, вдохновиться, я часто смотрю этот фильм. Он особенно, кстати, актуален сейчас, в наше время, в время пандемии. Потому что там в целом идёт речь о, ну, постапокалипсисе. Когда случился в мире, когда в мире случился ядерный взрыв, группа людей оказалась заперта в некоем бункере. И вот, собственно, что с ними происходило. «Трансформация человеческого сознания». Очень интересно за всем этим наблюдать, наверное, с точки зрения психологии. В фильме шикарная музыка, шикарная картинка, замечательная игра актёров. То есть вообще никаких претензий нет. Я считаю этот фильм также незаслуженно непопулярным. Он вроде как никуда не входит. О нём вообще редко кто говорит. Но я очень люблю этот фильм. И считаю его таким, знаете, в английском языке. Когда я его смотрю, я смотрю прям «Get excited». Я прям как-то... Что-то во мне такое происходит. Какие-то непонятные искры, всполохи, молнии. Люблю этот фильм. Правда, люблю. Но не думаю, что он всем понравится. И да, вот именно с этим фильмом связана та самая история, которая подняла этот фильм в моих глазах на новый уровень. Это «Ведьма из Блэр. Третья часть». Забудьте про первые две части. Я вас прошу. Вот просто, я не знаю, как много я читала всяких отзывов по поводу того, насколько это типа страшные фильмы. И что режиссёр там мучил первой части актёров. И внушал им, что всё это по-настоящему. Я смотрела первую часть с таким скучающим лицом. И ждала, ну когда же хоть что-нибудь произойдёт. То есть, вы знаете, есть шикарные фильмы, где как раз всё построено на этом томительном ожидании. Что когда режиссёр, он прям тебя так подготавливает, у тебя прям внутри натягивается струна, и в конце он выдаёт такой ужас, что у тебя просто всё лопается, в том числе и глаза. Но ты вот это смотришь ожидание, и тебе прикольно, тебе нравится. Тебя оно заставляет смотреть, не отворачиваться, и ну интересно, что будет дальше. Когда я смотрела первую часть Ведьмы из Блэр, мне просто, я измучилась. Я всё время смотрела и сказала, ну что же в нём такого? Почему он стал таким популярным? Что в нём не так? Ну не зашло. Вторая часть, это ещё хуже. Это просто, это просто ревый трэш. Я на самом деле всегда стараюсь в каком-то фильме найти хоть что-то положительное. Но этот фильм, это были просто два часа убитого времени просто впустую. Хотя я очень люблю ужастики, я смотрю разное. Вообще разное. И высокобюжетные, и самые низкопробные, что просто, я не знаю, снятые в подвале на коленке, на какой-нибудь старенький Ноке. Но здесь не зашло. Но третья часть была особенной, потому что я увидела её впервые в кинотеатре. Это была зима, и кинотеатр был пустой. Было только два-три человека вроде как. Я сидела в середине, одна как королева. И помимо того, что в зале не работало отопление, было страшно холодно, был дичайший дубак. Я сидела в куртке, в перчатках, вся укутанная, в капюшоне. Я смотрела, я сидела и смотрела, и думаю, ну уплочено, блин, мать, надо посмотреть, надо вдохновиться на зиму. И примерно где-то в середине внезапно всё вырубилось. Вообще всё нафиг вырубилось. Свет вырубили в кинотеатре. И мы сидим. Минут 10 вообще ничего не происходило. Никто нам ничего не сказал. Какие-то ходили непонятные люди. И две девушки, которые были сзади меня, они ушли. И осталась я одна, и этот парень. Парень тоже столько сидел. Он тоже был один, как и я. Я, вроде, одна хотела. Это было раннее утро. Ты сидишь и дрожишь, у тебя зуб на зуб не попадает. И губы синие. И парень это тоже там сидит весь сизый. Мы такие, мы посмотрим тебя. Мы посмотрим тебя полностью. Ну и минут через 10 включается снова фильм. Никто нам ничего не говорил, да. Будет ли продолжение. И тоже примерно 10 минут мы смотрели одно и то же. То есть повторение. Ну блин, друзья, это того стоило. Вот эта вот тьма, холод. Вот эта вот нагнетающая атмосфера. И да, реально. Режиссер держал тебя в напряжении весь фильм. И в конце ты достигаешь уже такой кульминации, что у тебя просто сердце. Серьезно, я человек не из пугливых. Меня очень трудно напугать. Но вот этот вот талант совершенно не показывает никаких криповых страшилок. Особые кровища там, в резких моментах. Но вот держать в напряжении вот этот талант, я считаю, настоящий талант мастера ужасов. И да, как я присоединюсь к той же армии ритиков, сказавших о том, что вот так должна была выглядеть первая часть «Ведьмы из Блэр». Да. Поэтому от себя я рекомендую смотреть «Ведьмы из Блэр» третьей часть. Не перепутайте, пожалуйста. Дома, в одиночестве, при выключенном свете, в наушниках, чтобы ничто не мешало насладиться этой атмосферой. Следующий фильм, третий, да, он совершенно не похож на предыдущие два. И я серьезно, я не знаю, что мне в нем нравится, но он очень необычный, он очень странный. Он, он, ну капец какой странный. Ну вы знаете, что вообще азиаты странные сами по себе. Японцы там странные, китайцы. Ну у них совершенно другая культура. У них странные интересы, странный фильм. У них прикольные аниме, конечно же, я очень люблю аниме. Но вот следующий фильм, который я вам расскажу, это вот этот, боже, как бы, да, боже, друзья, дабы вам не соврать, этот фильм производства Таиланда и Гонконга. То есть это не Япония, не Китай, не Китай и даже не Корея. И язык, два языка использованные в фильмах, это мандаринский язык и, по-моему, вьетнамский. И речь в этом фильме идет про девушку-писательницу, которая писала любовные романы, очень прославилась на этом фоне и начинает вдруг писать роман о призраках. И что, да, не предвещало беды. И потом она оказывается просто ужасной в мире для себя. В мире, написанном ею самой. Но не все так просто. Потому что, если бы все было так просто, этот фильм не попал бы в этот топ. Этот фильм, опять-таки, он для ценителей прекрасного, для любителей азиатской культуры, для любителей аниме. Он, опять-таки, очень красивый. Ну, он прекрасный. Он замечательно снят. В нем есть такие легкие-легкие отголоски Silent Hill. Поэтому тем, кому понравился Silent Hill, возможно, понравится этот фильм. И с первого взгляда он может показаться для вас какой-то детской сказкой, но страшной детской сказкой, которую детям смотреть необязательно. Интересная концовка, интересные герои. Очень необычный фильм. Вот такая страшная сказка про писательницу, которую не стоит смотреть маленьким детям. Очень советую этот фильм смотреть, когда за окном идет снежочек, зима, какой-нибудь декабрь, например, и вы сидите с чашечкой горячего какао. Я не думаю, что этот фильм можно назвать фильмом прям супер-ужасов, который вас пугает. Но он просто очень интересный. Там очень интересный и запутанный сюжет. И, конечно, масштабы этой картинки. Очень масштабный фильм. Не знаю, какое слово еще подобрать. Но масштабный. Рецикл называется. Ну, четвертый фильм — это классика. Я просто смотрю в новую букву, у меня здесь списочек. Это просто классика жанра, которая для меня никогда не устареет. Фильм, который всегда придает мне сил. Фильм, который во многом, наверное, может даже вытащить вас из какого-то апатии, даже из депрессии, может быть. Ну, такой, знаете, как холодный душ. Как снежный ком на голову, не что-то такое мягкое, приятное у вас там гладит по головке, успокаивает. Все будет хорошо, все будет хорошо. Вот тебе чаю попей. Тут тебе никакого чая. Тут тебе ведро ледяной воды со снегом сразу же. Там, хряпнуть водки. Все вам не рады всей жизни. Да, вы уже, наверное, понимаете, о каком фильме идет речь. Я говорю о пиле. О всех фильмах пила. Их, по-моему, очень много сейчас. И, честно скажу, мне понравились все фильмы в той или иной степени. Это крутые фильмы. Это крутые фильмы, которые я бы рекомендовала посмотреть всем. Вне зависимости от того, любите вы ужасы, боитесь вы крови или нет. Но в той или иной степени иногда человечеству нужна какая-то встряска. Вы знаете, чтобы вбить в голову нас какую-то такую простую-простую, но очень полезную истину, иногда нужна реально сильная встряска такая. И да, пила это вот из этого числа. Просто люблю этот фильм. И очень часто вспоминаю слова конструктора. Вы, наверное, помните, если вы смотрели, когда он заболел раком мозга. И он сказал, что нет ничего ценнее жизни. И что в настоящий момент он понимает, что он скоро умрет. И он наслаждается просто всем. Дыханием, каждым глотком воды, солнцем, рассветом. И то, что люди, которые живут каждый день, они настолько не ценят этого, что просто невозможно. И да, очень глубокая философская подоплека в пиле. Не стоит видеть в этом только какое-то рубиловое месиво. Но снято все красиво. Реально, круто, эффектно, страшно, завораживающе. Классика для меня. Это просто классика, которая должна быть, наверное, в коллекции абсолютно каждого любителя фильмов ужасов. Еще один интересный фильм, один из последних, который мне понравился. Объясню, почему он тоже занял такую отдельную полочку в моем сердце. Это фильм «Солнцестояние». Это скандинавский фильм. Вы наверняка видели, достаточно много было вложено, наверное, рекламы в этот фильм. Реклама эта не обошла и меня стороной. Чем он уникален? Вы знаете, многие сценарии фильмов ужасов построены на злодеях. Что вот, был злодей какой-то. Он рос в неблагополучной семье. Над ним могли издеваться, его могли обижать. Как, например, «Техасская резня бензопилой» или «Джейсон». «Пятница-тринадцатая» вроде как она называется. Да даже «Фредди Крюгер». То есть всегда какая-то история, она начинается со зла. То есть у ребенка с самого раннего детства начали взращивать вот это зло. Сеять вот эти маленькие семена, которые потом дали вот такие кровавые всходы. «Солнцестояние» безумно страшный фильм. Потому что ты не видишь как такового зла в этом фильме вообще. То есть все, что в нем происходит, это делается очень просто, естественно. С желанием какого-то добра. То есть это настолько становится для тебя обыденностью и нормой. Все вот это насилие, которое там происходит. Что становится очень жутко. И вот это отличие, наверное, и делает «Солнцестояние» для меня уникальным фильмом. Фильм, конечно, не для слабонервных. Лучше посмотрите «Пилу», лучше посмотрите «Разделителя», «Ведьмой с Блэр», «Рецикл». А «Солнцестояние» не для впечатлительных. Вот просто потому, что это фильм, в котором вот ты смотришь его, и в тебе борются просто два начала. Типа, ну ничего же плохого не происходит. Когда ты принимаешь это на себя и понимаешь, а что бы ты в этой ситуации сделал. Создается очень страшно. Знаю, я говорю загадками, поэтому, если вы не смотрели этот фильм, ну посмотрите. Ну да, опять-таки, предупреждаю. Не для слабонервных. Мои многие знакомые, кто посмотрели его, ну они были так, под впечатлением не очень приятным. Но я люблю этот фильм. Он опять-таки очень классно снят, красивый, замечательный. Картинка, все полагается. Конечно, есть в нем маленькая недоработка сюжета. Маленькая совсем, не сильная. Но я прощаю ему. Я прощаю ему это. Потому что вот эта главная идея, она прям очень пугает. Очень пугает. А еще я бы хотела немножко поговорить о фильмах по типу Хостела, по типу Зеленого Ада. Какие еще записала здесь? Ну такие фильмы, которые построены просто, чтобы напугать человека картинками, живописными картинками реальных там расчленений, крови и насилия и так далее. Ну вот только Хостел я могла бы вам посоветовать. Потому что там все-таки прикольный сюжет. И страшно осознавать, что то, что там происходило, оно реально может быть. Вот это, наверное, страшно. Но, кстати, мне очень стыдно признаться. Ну как стыдно? Мне кажется, что это немножко нездорово. Но Хостел я пересматривала два раза. Все части. У меня такая сижу, думаю, что-то хочу Хостел пересмотреть. У нас такого не было. Я думаю, наверное, ни один человек в мире не пересматривал Хостел. А мне бы что-то захотелось. Но просто он прикольный по сюжету. Действительно интересно смотреть. До самого конца тебя как-то вот прям держит. Интересно, классно. Вот. Зеленый Ад ни в коем случае бы не советовала смотреть. Это совершенно противный фильм для просто любителей. Кстати, Гимн тоже режиссер, да? Л.А. Рот ведь снял и Зеленый Ад, и Хостел. Точно. Блин, прикольно. Не знала. Зеленый Ад это фильм про каннибалов, которые действительно живут в наше время. Там вначале как раз говорится. Но где конкретно, я уже не помню. Вроде как в нескольких часах, что ли, перелета от Нью-Йорка. Где там, блин, извините, люди едят людей. Для них это совершенно нормально. Сюжет. Ну, там нет как такового, я не знаю, сюжета. Все построено именно на шокировании зрителя натуралистичными картинами. Очень натуралистичными. Это просто, на самом деле, жесть местами. А, классный саундтрек. В Зеленом Аде, вот что классно, это саундтрек. Он просто вообще... Я когда его слышу, я сразу вспоминаю, у меня прям аж танец прят как-то. Поэтому, ну, не знаю. Тоже на любителя. Кто такое любит? А так... А, еще есть всевозможные псевдо-снафы видео. Тоже я такое не люблю. У меня это такой пройденный этап. Еще в ранней-ранней юности, когда мне было лет, наверное, 16-18, я интересовалась этой темой. Мне было интересно, типа, как это все снимается, что-то такое, и кто от этого фунатеет. Вот. Я как-то посмотрела, мне это очень быстро наскучило. Еще такой, знаете, интересный момент. Вот когда мне было лет 18, мне написал какой-то... мужчина. И он предложил мне сыграть роль жертвы, ну, типа, главной героини в псевдо-снаф-видео... Ну, видеофильме, который он собирался снимать в России. А я тогда так много всего этого насчиталась. Я еще читала про реальные снаф-видео, которые, ну, снимают с участием реальных людей, потом отсылаются богатеньким извращенцам за большие деньги. Я была немножко так напряжена и напугана, поэтому я сказала, нет, нет, не надо меня вообще трогать, не пишите мне больше. И вот, знаете, вот это было очень страшно, когда ты интересуешься этой темой, и внезапно тебе пишет человек, который предлагает тебе сниматься в фильме псевдо-снаф-жанра. Министика, магия, страшно. Друзья, на самом деле, я записала еще «Мученицы», «Мученицы» Паскаля Ложьех. Крутой фильм, замечательный фильм. Прям для тех, кому важна концовка, да, однозначно, концовка просто вас шокирует, вы после концовки даже не сможете, наверное, думать о чем-нибудь другом, кроме как об этой концовке. Мне очень понравились «Мученицы», но тоже не для слабонервных. Более лайтовый вариант, я вам уже рассказывала, это «Земля призраков», с участием Милен Фармер, французской певицы, актрисы, многие знают, этого режиссера, Паскаля Ложье, более лайтовенький такой вариантик. Ну, сюжет тоже классный, мне понравился фильм, такой, на один раз, на вечер сойдет. Так что, друзья, на этом, наверное, я закончу повествование свое. Это совсем, это далеко не все фильмы ужасов, которые мне нравятся, это просто вот то, что я вспомнила на настоящий момент, то, что я пересматриваю, и то, что вот недавно я смотрела. Вот, еще я очень люблю «Молчание и ягнят», но я не считаю этот фильм фильмом ужасов, как бы, для меня это просто фильм красивый, романтичный фильм о любви к мясу. Все, друзья, давайте до следующих роликов, уже очень скоро увидимся. Надеюсь, мое видео вам понравилось, и вы не стали думать обо мне как-то уже. Ну, даже если стали, вообще пофиг. Я люблю эти фильмы, я люблю ужасы, это моя любовь с детства, поэтому все, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok